МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости на канале НСК-49 в студии Алиси Кириенко. И смотрите сегодня. Цирк не пускают в цирк. В Новосибирске целый день перед закрытыми дверями маялись две фуры с животными. Соседство с хищником. Экзотика или опасность? Зачем пара из Новосибирска поселила у себя в квартире льва? Спишут с банковского счета. Может, и начальник беседу проведет. Область усиливает меры в борьбе с должниками по налогам. И теперь подробнее об этих и других событиях. Лев в обычной городской квартире. Пусть и маленький, но все же хищник. Именно такого питомца завела себе молодая пара из Новосибирска. Как, зачем и что владельцы собираются делать, когда их чадо подрастет? Все эти вопросы во время личной встречи задал сегодня наш корреспондент. Вот этому котенку африканского льва по кличке Левка месяц с небольшим. И вот уже как несколько недель львенок живет в Новосибирске. У молодой пары Марка и Ксении. Всегда хотели завести какого-нибудь экзотического питомца, рассказывают молодые люди. А тут совершенно случайно получилось взять на воспитание не просто дикую кошку, а настоящего льва из ростовского частного заповедника. И он предложил нам вот Левку, потому что у них вот они внезапно родились там. Их было... Запланировано. Да, они запланированы трое. И он нам его просто предложил подарить. Такой плюс очень большой, то что мы львенка этого забрали прям вот от мамки. То есть мы первые люди, с которыми он вообще в принципе контактирует. Да. Мы его, можно сказать, приручили из дикой природы. Он думает, что я папа наверняка. На этих любительских кадрах Марк и Ксения знакомятся с родителями Левки и его старшими братьями и сестрами. В заповеднике львы живут словно в дикой природе. Поэтому возникает закономерный вопрос. Не страшно ли держать такого зверя в домашних условиях? Жить со взрослым львом никто не собирается, отвечают молодые люди. Тем более миру известны множество подобных случаев, которые, к сожалению, ничем хорошим не заканчиваются. Так что, когда львенок подрастет, скорее всего, он отправится также в заповедник. То, говорит, можно до четырех месяцев, то, говорит, до шести. Некоторые люди говорят, до восьми спокойно вообще. То есть, ну, какой темперамент будет. Вот он может сейчас даже начать бушевать, как бы, да, будет играть и все царапать, как бы, пытаться. Но я надеюсь, что он вырастет спокойно и с нами будет месяцев шесть-восемь, как бы. Ну, дай бог, годик. Его всегда рады будут видеть обратно в заповедник, вот эти хозяева, то есть. Это как такой подстраховочный вариант. И, конечно, мы хотим, чтобы он где-то поближе с нами, тут вот, ему найти какой-то дом. Как известно, много случаев, когда хозяева из заповедники приезжают, их львы узнают. Львицы, львы. Так что, надеюсь, узнает нас и через год, через пять лет. Мнение специалистов, которые уже не один десяток лет работают с дикими животными, однозначное. Заводить крупных хищников, словно домашних питомцев, не нужно. Уж больно хлопотное это дело, заниматься которым должны профессионалы. Если кто-то думает держать это, во-первых, это не такое легкое занятие содержать. Это надо вставать, как и обезьян я выкармливал дома, и кошек выкармливал. Это через два часа надо вставать и кормить, по часам и так далее. Надо массаж делать. Там столько возни. Я не думаю, что какое-то удовольствие заниматься этим. Потом там, он все равно там что-то еще испортит из мебели и так далее. Надо это. Кому-то получается надо. Стоит отметить, что все документы на львенка, а их нужно немало, у Марка и Ксении есть. Так что живет он на официальных правах. Кстати, молодые львы растут, как говорится, не по дням, а по часам. Поэтому у Левки даже есть собственная страничка ВКонтакте, на которой можно следить за его развитием. Пока же маленький царь зверей, как любой малыш, резвится со своими любимыми игрушками и радует своих хозяев. Нет работы, нет места даже для артистов-животных. Сегодня перед зданием Новосибирского цирка с самого утра начала разворачиваться конфликтная ситуация. Администрация учреждения не пускала на свою территорию две фуры с местными дрессировщиками и их питомцами. Последние, кстати, вернулись из Красноярска, где им также отказали в размещении и выступлениях. Почему? Разбирался Александр Могилин. С самого утра среды перед главным входом в Новосибирский цирк стоят два грузовика. И в каждом животные и их дрессировщики. Артисты рассказывают, руководство учреждения отказывается нас пускать, предоставлять свои помещения и кормить питомцев. А история конфликта началась гораздо раньше дня сегодняшнего. Мы работали в Росгосцирке, живем в городе Новосибирске. Это компания, которая имеет 43 цирка в своем подчинении. Вот это филиал, тоже Новосибирский цирк. И у нас в 2014 году сменилось руководство. Они единственным своим собственным решением сокращают номера с животными. Мы попали под это сокращение и, соответственно, подали в суд. Так как считаем, что это неправомерно. То есть он единственным своим решением этого делать не может. Судебные тяжбы длятся по сей день. И, как утверждают попавшие под сокращение артисты, суд определил в этот момент кормить животных именно Росгосцирку. Однако, говорят, не только не кормят, но и закрывают перед нами двери всех своих учреждений по всей стране. Они просто-напросто решили этих животных выбросить на улицу. То есть, либо вы передаете нам их в дар, где мы их будем кормить в каком-то там сомнительном питомнике. А под Щелоково, в котором условий, я считаю, нету. Директор цирка под угрозой увольнения со стороны руководства Росгосцирка просто в цирк не пускает. Мы просили бы просто, как бы, месяц хотя бы аренды помещения в цирке, в котором мы могли бы встать. Вот, и дальше создавать, и дальше делать. Работать, раз это не нужно городу Москве, значит, мы могли бы работать сами, сделать сибирский цирк, который мы давно хотели сделать. Директор Новосибирского цирка комментирует ситуацию, отказался. В головном столичном руководстве организации, куда мы дозвонились, нам подтвердили, что директор может быть уволен, если будет давать комментарии, не согласовав их с дирекцией из Москвы. У Росгосцирка своя позиция на весь этот счет, суть которой сводится к пословице «Кто не работает, тот не ест». В Росгосцирке добавляют, что животных жалеют и готовы забрать их в свой питомник. Говорят, в противном случае, пусть сами уволенные артисты ищут для них место. Последние и собираются это сделать, но пока нет подходящих вариантов с арендой. Обратились в мэрию, региональное и российское министерство культуры. Ответа еще нет, и на момент подготовки этого сюжета в эфир, две фуры с животными и людьми так и продолжали стоять перед ходом в новосибирский цирк. Привлек к себе сегодня внимание новосибирский завод «Сибэлектротерм». Во время обеденного перерыва его работники вышли на улицу с флагами и транспарантами. Чем недовольны токари и фрезеровщики, и чего они хотят добиться своей акцией протеста? К воротам, что ведут на территорию некогда успешного Сибэлектротерма, спешат люди в спецовках. Сибирский завод – одно из крупнейших специализированных предприятий по выпуску электротермического оборудования в России и странах ближнего зарубежья. Это довольно свежая информация. Однако работники его уверены, все совсем по-другому. Завод хотят обанкротить. Раз нет производства, то и, соответственно, нет заработной платы. Мы недовольны тем, что большой спад производства, мы даже не знаем, куда мы идем. Сокращение большое, это последний золотой запас завода остался. Те, которые еще стоят, и кто половину могут уйти? Ни заработков, ничего, ни заказов нет. Задетская зарплата идет в полтора, в два месяца. Зарплату платят частями, заработал я 15 тысяч, мне дают 7 тысяч, потом через месяц еще 7, а бывает эти семерки еще делят на три раза. Представители администрации завода появились, когда флаги и транспаранты были развернуты. На слова ничего вы проводите здесь? А мы в обед? Обождите, есть положение. Сидайте плакаты, не узнайте на слова ничего. Вам что? Вам деньги что, не выдали? За выезжаете? На какой зарплате разговор? Не зарплату. Сегодня ипотеку надо платить, и деньги тебе выдали. Однако человек, который пытался унять рабочих и оказался начальником отдела кадров СИП «Электротерма», с заявлениями своих подопечных не согласился. Зарплата на настоящий период перед работниками погашена. Но с тем, что нарушения условий труда все же были, спорить не стал. Ну, если они жаловались на плохие условия труда, у нас для этого есть трудовая инспекция, которая была совсем здесь недавно с проверкой. Были, 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 были установлены, были определенные недостатки, но такого. Из ответа Кировской районной прокуратуры, организации «Соцпров» видно, что инспекция труда действительно составила протокол об административном правонарушении в отношении гендиректора СИП «Электротерма» по статье, предусматривающей дисквалификацию руководителя. А правомерное снятие 5% от районного коэффициента для работников сейчас рассматривает суд. То есть в суде сейчас рассматривается наш иск о взыскании с работодателя 5% надбавки, которую он снял из-за работоплаты работников. И прокуратура также подтвердила правоту нашей позиции в этом вопросе. И инспекция государственная тоже установила факт нарушения. Поэтому я считаю, что у нас в суде есть хорошие перспективы вернуть эти 5%. Если на пикет работников СИП «Электротерма» никто не отреагирует, то у работников завода, видимо, останется одна надежда на суд. А вот что будет с самим производством, которое считалось наукоемким, а теперь и выпускает с сейлки, пока не ясно. Когда в наших домах заработают батареи? Сегодня коммунальщики обсуждали дату начала отопительного сезона. К чему пришли, расскажет Оксана Пугачева. 15 сентября. Именно на эту дату ориентируются в департаменте ЖКХ, говоря о начале отопительного сезона. Однако на очередном заседании штаба к единому мнению прийти так и не удалось. С одной стороны погода еще относительно теплая, а с другой детские учреждения уже жалуются на холод в помещениях. Ребятишки простывают. По заверениям специалистов, по сути, отопительная система к включению уже готова, но не обходится и без проблемных объектов. К примеру, туберкулезный диспансер в Ленинском районе запитан от котельной Сепсельмаша, которая подключается, как правило, позже. Я понимаю так, что при проектировании должны были учитывать все, и в том числе и котельную. У меня есть непонимание того, что такой объект был сдан. В прошлом году была данная проблема в том, что котельная Сепсельмаша запустилась гораздо позже, и пришлось поддерживать температуру за счет обогревателей электрических. Мы также обсуждали и предлагали нашим коллегам с Министерством здравоохранения установить там индукционные электрокотлы. Делают до сих пор. Пока что массовых жалоб на холод в квартирах в департамент энергетики ЖКХ не поступало, отчитались чиновники. Однако многие запрошенных нами горожан отмечают, что температура в домах уже некомфортная. Тепло пока. Считаете, что нужно по выборам включить, то будут молодцы. То есть все-таки уже со следующей недели, думаете, нужно отопление? Да, конечно. Ну, я готовлю, так на кухне ничего тепло. А в комнатах? А в комнатах холодно. Не, я думаю, можно подождать, потому что обычно в сентябре погода неустойчивая. Я лучше обогреватель один день включу, чем я буду париться. У меня солнечная сторона, мне очень жарко. Топление. Холодно. То есть уже пора включать батарею? Конечно. Между тем, синоптики прогнозируют, что к ближайшим выходным погода улучшится. Будет теплеть, особенно больше в воскресенье, понедельник. Где-то 15-20 должна быть температура. Дальше, понедельник, вторник, еще тепло сохраняется, но процессы там перестраиваются. Точную дату включения батареи специалисты собираются назвать уже 11 сентября. Однако, по заявлениям школ, детсадов и не только, в суд, учреждения могут дать тепло уже сейчас. Напомним, что в прошлом году отопительный период начался 22 сентября. Новосибирский пропал гражданин Германии. Русского немца Сергея Генинга ищут родные, полиции и волонтеры. По данным последних, 8 сентября житель Берлина вышел из дома своих родственников на улице Гоголя и отправился в пенсионный фонд Ленинского района по делам своей матери. С тех пор мужчину никто не видел. Одет он был в черные классические брюки, черные туфли, темный шерстяной пиджак. С собой два паспорта гражданина Германии и гражданина России. Все, кто что-то знает о местонахождении этого человека, могут обратиться к добровольцам движения «Лиза Алерт», а также в дежурную часть. Пессимистичную картину с доходами в региональный бюджет могут исправить налогоплательщики-должники. Областное правительство вместе с налоговой службой решили предпринять дополнительные меры для увеличения сбалансированности региональной казны. Особый акцент на работе с предприятиями и физическими лицами, особенно с теми, кто не платит транспортный налог. Несмотря на лидирующее положение нашего региона по динамике и роста собственных доходов по сибирскому округу в целом, в этом году область стала отставать от общего темпа роста своих же вложений в бюджет. Особенно заметны недоимки в налоговой сфере. Просто потому объясняют в Министерстве финансов, что некоторые организации и особенно физлица не спешат эти налоги платить. Самый большой объем занимает транспортный налог. Каждый в отдельности воспринимает вот эту свою небольшую лепту в виде налогового платежа как несущественную для в целом финансового благополучия Новосибирской области. А между тем, именно такие небольшие суммы, если бы их вовремя оплачивали, в совокупности серьезно помогли бы погасить недоимки и увеличить сбалансированность бюджета, подчеркивают в региональном правительстве. Вместе с управлением налоговой службы власти собираются предпринять дополнительные меры по неплательщикам. Конечно, вот эта категория налогоплательщиков, которая имеет незначительные суммы за должности, на сегодня находится у нас под пристальным вниманием, потому что это только контакт с налогоплательщиком. Это через средства массовой информации, через информирование, через информационные стенды, через буклеты, через листовки и все прочее. Добавим, что к работе с должниками уже привлекают банковские структуры, пытаются воздействовать через работодателей и судебных приставов. Особенно это касается выплаты транспортного налога, поскольку здесь часто речь идет о достаточно обеспеченных налогоплательщиках. В правительстве надеются, что такие меры позволят достучаться до наших граждан, а значит, мобилизовать доходы в областной бюджет. Ровно через неделю в нашем городе стартует финал всероссийских соревнований, где ждут юных лыжников и биатлонистов. Кубок Анны Багали – первый подобный турнир с таким статусом для спортсменов от 9 до 15 лет. Что нового будет на дистанциях и в неспортивной программе состязаний? Первый этап Кубка Анны Багали в этом году прошел зимой, в феврале. И вот через неделю уже начнутся финальные соревнования на трассах Новосибирского биатлонного комплекса. Это первое отличие от Кубка прошлого года, который проходил в три этапа, включая весенний. С этого же года соревнования числятся и в календаре Союза биатлонистов России, что придает особую значимость стартам. Количество участников перевалило за шесть сотен. Но всех их организаторы обещают разместить и кормить на протяжении всех пяти дней, что будут идти соревнования. 17 сентября пройдет неофициальная тренировка. 18-го – торжественный парад открытия, тройной прыжок, кросс, подтягивания и отжимания для девушек. В третий день участники пробегут кросс со стрельбой из пневматического оружия. Ну, заключительный день, наверное, такой апогей. Это будут смешанные эстафеты. Мы посмотрим, как ребята могут объединиться. Будет мальчик-девочка, мальчик-девочка бежать, стрелять. И выявим тоже также самых сильных по всему году. У нас сумма очков, которая была зимой в личных гонках. И плюс вот эти первые два дня личных дают общую картинку, кто у нас самый сильный. И абсолютных чемпионов мы будем, конечно, отдельно чествовать. Партнеры готовят подарки. Мы сами тоже готовим сувенирную продукцию для каждого участника. В части не совсем спортивные партнеры, друзья Кубка, своими руками посадят аллею деревьев, посвященную этим соревнованиям. На этом организаторы не останавливаются и почивать на лаврах не хотят. В 2015-м Кубок Анны Богалей выходит на формат международного турнира. Уже идут переговоры об участии команд Норвегии, Финляндии, Швеции и Казахстана. И на этом все. Наши новости всегда на нашем сайте. Ваши мы ждем по телефону 220-2105. Оставайтесь с нами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...